С удовольствием смотрю на ютубе ролики на столярную тему. Я Владимир Желенко и приветствую всех вас на своем столярном канале. С удовольствием наблюдаю, как работают зарубежные мастера, на каком оборудовании они работают, какую изготавливают работу. В общем, можно сказать, что все работы зарубежных мастеров пропитаны авторством, пропитаны индивидуальностью, пропитаны какой-то изюминкой, которую они вкладывают при изготовлении этих столярных работ. С удовольствием смотрю такие ролики, хотя без перевода ничего не понятно, но в любом случае испытываешь большое удовольствие, смотря на то, как мастера превращают, превращают, превращают. Интересные работы. Наверное, вы сами смотрели такие работы и не раз смотрели, поэтому я делаю на этом акцент. Просматривая ролики наших молодых столярных мастеров, которые рвутся на столярный олимп, заявляют о себе, они очень часто рассказывают об одной столярной работе. Практически все, наверное, мастера. И вот сегодня в моем фильме я хочу повторить эту работу, о которой так часто рассказывают начинающие мастера. Об этом я заострю ваше внимание. Итак, сегодняшняя тема, сегодняшнее заглавие фильма принадлежит всем тем молодым мастерам, которые с таким удовольствием, с таким упорством рассказывают об одной столярной работе, благодаря которой можно заработать большие деньги. Интересно? Вот сегодня как раз я буду изготавливать именно эту столярную работу. Я попробую рассказать в конце фильма, сколько времени пошло, какой материал, какие станки, какие оборудования необходимы для того, чтобы изготовить эту простую, плотницкую работу второго разряда. Да-да-да, не сомневайтесь, я бы так отнес, потому что сложности в этой работе нет никакой. Еще больше, наверное, интрига. Я раскрываю карты. Сегодня буду изготавливать разделочную доску. Эта тема насколько раскрыта, насколько популярна, и тем не менее, каждый мастер старается рассказать об этой столярной работе с надеждой на то, что эта работа пронесет большие деньги. Как это на самом деле выглядит, я расскажу в конце фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна разделочная доска имеет круглую форму. Я называю сервировочная разделочная, диаметром 300 миллиметров. Я склеиваю из заготовок. Это дуб. Материал дуб. Посмотрите, какой прекрасный материал. И вот собираются такие остатки. Что с них делать и что из этого получится, я покажу. В любом случае, надо склеить сейчас, обработать на токарном станке. Получатся небольшие чаши, солонки, в которых мы и вас познакомим. Прекрасный материал. Дуб, посмотрите, какой красавец. Это дуб естественной сушки. Я показываю часто ее в своих фильмах. Посмотрите, какой шоколадный оттенок. У моей столярной мастерской есть помощники. Это два станка ЧПУ. Один лазерный станок. Они будут помогать мне выполнять столярную работу. Обязательно будет гневный комментарий. Для того, чтобы изготовить простую разделочную доску, надо купить станок ЧПУ. Не надо, друзья. Надо изготовить вот такой циркуль. Еще раз говорю, надо изготовить вот такой циркуль. Поставить ручной фрезер. Приклеить на двусторонний скотч центр заготовки. И обрабатывать заготовку с помощью фрезы, которая у вас есть. Я буду использовать свой станок. Заготовки на разделочные доски. Материал клен. Обработанный с четырех сторон. И теперь я буду использовать своего помощника. Надо вырезать ручку. И с одной стороны сделать полукруг. Конечно, такие работы можно выполнить и на ручном фрезере. Изготовить шаблон, приспособление. Ручка вырезка. И полукруг. Ручка вырезка. Ручка вырезка. Агрегат. Продолжение следует... 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 И стоимость таких работ вы можете увидеть, перейдя по ссылку в магазин. Выгодно ли изготавливать такие столярные работы? Хочется сегодня поговорить, рассказать, потому что изготавливать любые простые, даже плотницкие работы, тот же скворечник, ту же собачью будку, на коленке, без инструмента, наверное, это разговор не по теме. Чтобы заниматься столяркой, в любом случае придется покупать оборудование. Я на одном из стримов рассказывал, как приобрести бесплатное столярное оборудование, что для этого необходимо. Поэтому, если кто сомневается, что можно так поступить, заходите, посмотрите по ссылкам, найдите стрим, как приобрести бесплатное оборудование. Все можно, для этого необходимо желание. Желание, желание и желание. Конечно, столярный рынок большой, тесный, и чтобы найти свою нишу, надо, надо и надо. Не просто изготовить столярную работу, но еще надо суметь продать эту столярную работу. Для этого существуют различные площадки, но в любом случае это требует денег. За неделю я изготовил столярных работ на сумму 14,5 тысяч рублей. 20 единиц таких, 8 единиц таких, вот эти еще небольшие, скажем, токарные работы. И вернее, все стоит 14,5 тысяч рублей. Если отсюда высчитать материал, то получится примерно 10 тысяч рублей. Если продавать еще на сайтах, то надо, наверное, выбросить на рекламу, выбросить на доставку, выбросить, выбросить. И останется примерно тысяч 8 рублей. 8 тысяч за неделю, и я работал с утра до вечера. С одной стороны, кажется, простая столярная работа, но очень много шлифовок, очень много подгонок. Поэтому любая столярная работа, даже простая, требует того, чтобы к ней относиться по-серьезному. Я специально сказал, что это плотницкая столярная работа. Да, это плотницкая работа второго разряда. Она никак не вяжется с работами для того, чтобы быть хорошим столяром, для того, чтобы быть мастером. Здесь надо превозойти себя, плюнуть на всю вот эту работу и заниматься более серьезными работами. Надо изготавливать лестницу, надо изготавливать входные двери, порталы, надо изготавливать кровати, надо изготавливать кресла. То есть изготавливать мебель, на которую есть спрос. Какой же вывод в сегодняшнем фильме? Для изготовления любой столярной работы необходимы оборудование, необходимы станки. Еще раз скажу, ребята, друзья, коллеги, не надо обижаться, если у вас нет станков. Не надо таить зло, писать какие-то гнусные комментарии. Можно купить станки, можно приобрести оборудование. Ну, на одной коленке изготавливать такие столярные работы, это утопия. Для себя, для хобби, если вы хотите изготовить, подарить, обрадовать кого-то. Да, такую работу можно изготовить. Но массово выпускать, не имея столярных станков, это утопия. И столяр всегда виноват. И в чем его вина, сейчас попробую объяснить. Он прошел в магазин, на базу, приобрел мебельные щиты. И дома казалось, что мебельный щит имеет большую влажность, 13%. Кто виноват в этой ситуации? Столяр. Виноват? Мастер. Он приобрел клей, а клей оказался плохой. Кто виноват? Мастер. Приобрел масло, масло оказалось плохое. Кто виноват? Столяр. Поэтому конечный продукт, за который отвечает мастер, и вина, на который ложится, вложится на столяра. Он за все отвечает. Поэтому, чтобы правильно изготавливать столярные работы, конечно, надо иметь и влагомер, надо иметь станки, надо оборудование. Надо проверить и протестировать клей, протестировать расходники, протестировать очень много. И все вот это складывается и ложится на себестоимость данных столярных работ. Я не верю, что на таких работах можно заработать много. Не верю. Даже вот, посмотрите, киса отвернулась, потому что ей тоже грустно, наверное, от таких разговоров. Потому что, потому что надо зарабатывать на авторской столярной работе. На такой работе можно зарабатывать. Я много лет в столярке, и мне искренне жаль начинающих мастеров. Потому что, когда они рассказывают, что можно на такой работе заработать, что можно набрать наемных рабочих и посвятить весь труд с утра до вечера на изготовление таких разделочных досок, я не верю, что на этом можно заработать. Не верю. Если вы заработаете, то это небольшая сумма. И для того, чтобы быть хорошим мастером, надо делать только высококлассные, высокохудожественные, авторские столярные работы. Я об этом всегда говорю, постоянно, и буду говорить, потому что это единственный путь, где можно зарабатывать и зарабатывать хорошее деньги. Вот это просто поддержание. Поддержание столярной мастерской. Отходы в доходы. Также интересная тема. Мы очень много снимаем фильмов. Я в том числе снимаю фильмы. Мы показываем, что из отходов получается. Конечно, если дуб стоит 60 тысяч рублей, остаются остатки. Их просто грех выбрасывать. Из этих остаточков, я сегодня показал, как я склеивал, получаются такие интересные столярные работы. Дуб вообще материал прекрасный. Торцевые волокна, продольные волокна, одинаково смотрятся красиво. Посмотрите. Продольные волокна, поперечные волокна, как красиво смотрятся. Все эти работы вы увидите у меня в интернет-магазине. Стоимость таких небольших салоночек от 100 до 200 рублей. Такие разделочные доски стоят маленькие 400 рублей, побольше 450 рублей. Дубовые сервировочные доски стоят 800 рублей. Такие уже немножко подороже стоят, потому что здесь больше материала, здесь больше затрат, больше времени. Самая, наверное, ответственная работа это шлифовка. Очень много надо шлифовать этих работ. И для того, чтобы правильно шлифовать, у меня существует несколько шлифовальных и станки, и инструмент. Эта работа занимает очень много времени. Лазерный станок. Посмотрите, с лазерным станком получаются какие красивые работы. И лазерный станок, когда я покупал, я говорил, что я лазерный станок приобретал с одной целью. Украшать свои столярные работы. Именно украшать. Можно ли обойтись без лазерного станка? Конечно, можно. Можно обойтись, поставить голое. Можно сделать вставку. Но это очень сложный элемент вставка. Она требует времени для того, чтобы вставить, изготовить, просушить, отшлифовать. То есть, с вставкой можно изготовить столярную работу, но эта работа будет дорогая. Поэтому вставка выполняется, когда индивидуальный заказ. Когда заказчик заказывает какую-то картинку личную, тогда можно заниматься вставкой. Простую вставку делать на таких дешевых столярных работах невыгодно. Вот такой сегодняшний фильм. И этот сегодняшний фильм как раз собран по материалу. По материалу молодых авторов, которые, как я сказал в начале фильма, рвутся на столярный олимп. Заявляет о себе. Рассказывает о своих столярных мастерских. Рассказывает о своих планах. Я им желаю творческих успехов. Молодцы, ребята. Продолжайте. Не слушайте, не оглядывайтесь ни на кого. Весь успех зависит от вас самих. Я единственное пожелаю каждому молодому автору проявить творчество, проявить индивидуальность, порадовать нас, порадовать зрителей какими-то красивыми столярными работами. Я думаю, будет обоюдная выгода. И мы получим только удовольствие, просматривая ваши фильмы. Всем доброго. С уважением. Владимир Желенко.